Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Школьные учебники нужно переписать. В них должно быть подчеркнуто, что Жоши Хан является отцом казахских ханов. Такое заявление в своем запросе сделал сенатор Дархан Кадырали. В Улутауск области в 50 километрах от Жасказгана есть мавзолей. По преданию, там похоронен старший сын Чингисхана Жоши. По указу Чингисхана территория Дедши Кепчака официально была закреплена за Жоши и его потомками. Жоши называют прародителем казахских ханов и султанов. На основании археологических данных строительство мавзолея было отнесено к XIV веку. Сооружение исламской архитектуры над захоронениями ханов и знати появляется после принятия ислама, как официальной религии в Золотой Орде. Если одни источники сообщают, что Жоши погиб во время охоты на диких куланов, то в других источниках говорится о том, что его отравили. К сожалению, в наших учебниках истории до сих пор доминирует постсоветская парадигма. Та, в которой история, вплоть до появления казахского ханства, воспринимается как темные века. Мол, был упадок городской жизни, вызванный вторжением монголов, которое прервало процесс складывания единого этноса на территории Казахстана. Научные исследования последних десяти лет показывают, что та история, которая нам известна со школьной скамьи, во многом не научна. Конечно, не знание истории нации ужас, но трагедия – это ошибочное знание истории. Надеемся, что многотомник истории Казахстана, который завершится в этом году, также представит новые данные, касающиеся Улуса Жоша. Желательно, чтобы школьные учебники были переписаны на этой многотомной основе. В нем должно быть подчеркнуто, что Жоша является отцом казахских ханов. В учебники также должны быть включены данные об истоках казахской государственности. В истории казахов старший сын Шангасхана Жоша занимает особое место. Жоша был противником излишней жестокости отца. Он стремился к принуждению и добровольной сдаче городов посредством политики переговоров. Глава государства Токаев в недавнем интервью газете «Егемия Казахстан» напомнил, что в этом году исполняется 800 лет со дня основания Улуса Жоша. Ранее, в соответствии с поручением президента, была создана Улатауская область, обновлен мавзолей Жоша. «Всемирная игра кочельников, которая проходит в нашей стране, это большая возможность для пропаганды Жоша», отметил сенатор. Боржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Министр торговли и интеграции Арман Шакалеев прокомментировал жалобы казахстанских фермеров о невозможности попасть на прилавки рынков из-за так называемой базарной мафии. Чиновник признал, что в Казахстане долгое время формировалось устойчивое мнение об этом. Но массовых фактов нет, уверяет министр. Увы, наша страна до сих пор не в состоянии обеспечить собственную продовольственную безопасность, пока в Казахстане не построено достаточного количества оптово-распределительных центров, где наши аграрии могли бы круглогодично хранить свою продукцию, постепенно снабжая ею наших ритейлеров по разумным ценам. Причем ранее чиновники обещали построить по всей стране 24 таких центра на 240 миллиардов бюджетных денег. Теперь выясняется, что сроки строительства передвинуты. Поэтому местные производители не могут попасть даже на прилавки супермаркетов. Но глава профильного ведомства почему-то начал обвинять самих бизнесменов. И действительно были сигналы, и были обращения конкретных производителей, на которые, конечно, мы реагировали. Конечно, вот такой массовости, о чем вы говорите, ее нет. Если бы она была, то, конечно, появились бы массовые иски и так далее. И почему некоторые на полку не могут попасть? Во-первых, стабильность поставок не у всех. Значит, не могут обеспечить стабильность поставки заключается не только в количестве поставляемой продукции, но и в качестве этой продукции. Вторые причины юридические, значит, с точки зрения того, что, возможно, продукция не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к конкретным образцам. Благодаря торговым мафиям цены на продукты вырастают в семь раз, говорят некоторые наблюдатели. Таким группировкам выгодно отсутствие огромных центров, что позволяет за бесценок скупать продукцию у сельчан, поставляя ее на рынок или за рубеж по своим придуманным ценам. Более того, полукриминальный бизнес не способен играть на длинных торговых сделках. Но глава профильного ведомства снова стал отрицать очевидные факты. Говорить о том, что сегодня присутствует какая-то группировка на местах торговли, мы не можем это говорить, потому что, если такие факты есть, то я вам открыто скажу, с любой группировкой мы быстро разберемся. Я не буду говорить, что такого не бывает. Бывает не по причине того, что там кто-то в группировке, а по причине того, что это недобросовестная конкуренция происходит. Кто-то пытается свое положение, статус уникального поставщика сохранить. Массовость или организованный характер подтвердить не могу. Ваше ведомство может устранить таких посредников? Цена-то вырастает. Вот, допустим, на рынке Алем привозят тушу канины за 2000 кг. Перекупщики продают уже по 3000. А вы говорите, нету фактов? Нет, я с вами не соглашусь. Значит, если вы, я найду время, вместе с вами поеду в 5 утра, значит, и мы посмотрим с вами. Другой вопрос, если у вас нет ветеринарной справки, если вы не можете подтвердить происхождение, безопасность такого мяса, конечно, вас никто к полке не допустит. В итоге казахстанский бизнес тратит баснословные деньги на то, чтобы закупить за границей элементарные продукты. К своему стыду мы в больших количествах завозим не только мясо, но и являясь ведущей зерновой державой, закупаем огромные партии макаронных изделий. Даже по картофелю наши аграрии не перекрывают нужды собственного внутреннего потребления. В период межсезонья мы завозим его из Пакистана. Впрочем, Казахстан импортирует не только продукты, но и другие товары. По оценкам аналитиков, Казахстан продает соседям сырье и мало что производит. Вдумайтесь, за импортные товары Казахстан каждый год отдает в среднем 70 миллиардов долларов. И потом удивляемся, почему у нас на прилавках такие высокие цены. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Рост цен на куриные яйца наблюдается в Уральске с начала года. В некоторых торговых точках стоимость десятка доходит до 800 тенге. Домашние и вовсе стоят 850 тенге. В Департаменте торговли и защите прав потребителей заявили, что они вправе контролировать лишь цены на социально значимые продукты, в перечень которых входит яйцо категории С1. Цены на куриные яйца начали расти еще в конце прошлого года. Но за последние 10 дней достигли предела. Стремительно повышаются в цене в основном привозные и домашние яйца. Их стоимость за десяток доходит до 850 тенге. Продавцы называют такое явление сезонным. К тому же дорожает корм и витамины для кур, говорят представители местных рынков. Зима, плохо уже сейчас несутся, поэтому яйца редко бывают у нас. Мы все время заказываем, но их не бывает. Именно домашние? Их домашние. А спрос большой. А что говорят вообще, корма не хватает сейчас? Корм дорогой очень, поэтому они подорожали. В департаменте торговли и защиты прав потребителей заявляют, что контролируются лишь цены на те продукты, которые входят в перечень социально значимых. К ним относится яйцо категории С1 местных производителей. В рамках договора, который заключен между агрофирмой Ахас и СПК Ахжаик, с октября 2023 года по настоящее время, и эта поставка будет осуществляться по мае 2024 года. На 60 торговых точек нашего города поставляются яйца. Цена поставки всего 43 тенге. Торговые сети накручивают, то есть добавляют всего 10%. В итоге эти яйца на полках торговых объектов, как я говорила, их 60, в продаже всего по 4,7 тенге. В Департаменте торговли и защиты прав потребителей отметили, что цены на яйца категории С1, реализуемые по линии стабфонда, будут прежними до апреля текущего года. Марина Горбук, Нруан Гунашев, Особий Кобикенов, ТДК-42. Коллективной безответственностью назвали работу АО «НК Казахтажол» в Западно-Казахстанской области. Об этом заявил председатель западно-казахстанского областного масляхата Мурат Мукаев. Депутатами поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности руководителя АО «НК Казахтажол». В связи с участившимися ДТП на трассах областного и республиканского значения в областном масляхате состоялось заседание с участием депутатов области, представителей полиции, транспортной инспекции и предприятий по строительству, содержанию и обслуживанию дорог. За первые 10 дней текущего года в Западно-Казахстанской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 человек. Одной из причин аварии полицейские называют неудовлетворительное состояние трасс. По данным департамента полиции, представителям АО «Казахтажол», ЖКХ, а также районным Акиматам с начала текущего года было выдано 90 предписаний на устранение нарушений состояния автодорог. Дела переданы в суд. В отношении к «Казахтажолу» было составлено административное производство с протоколом по статье 462, часть 3 КОАП РК. Также за содержание, за ненадлежащее содержание, то есть за неисполнение предписания областным дорогам в отношении руководителя автомобильных дорог и пассажиров транспорта АО «Казахтажол» было возбуждено административное производство по статье 462, часть 3 КОАП РК. Депутаты возмутились работы АО «Казахтажол». Председатель областного масляхата Мурат Мукаев назвал деятельность «Казахтажола» коллективной безответственностью. Он заявил о постановке вопроса о соответствии руководителя организации занимаемой должности. «Вообще, то, что касается правильных дорог, полностью коллективная безответственность». «Вплоть до увольнения некоторых должностных лиц, особенно «Казахтажол». «Казахтажол» – это государство, государство, слишком непробиваемое. Не знаю, кто у них там руководитель даже, ни разу я его не видел. Я, председатель масляхата, не видел его. Все время приходит зам какой-то, тоже я его не знаю, или какой-то заведующий отделом приходит. Здесь собрался весь депутатский корпус по чрезвычайной ситуации. Нету, где-то в командировке где ходит. Хотя за сутки вперед мы уже сообщали. Протокол прошу внести, протокол полностью произвести проверку, где он находится на сегодняшний день. Ну, ситуация такая, неодинарная. Приходится заниматься всеми делами. Не наше это дело, но приходится заниматься. И вопрос о занимаемой должности руководителя «Казахтажол» ставим. В соответствующие указания мы направим Акимову области по руководству управления автомобильных дорог. Также депутаты предложили внести в законодательство изменения, вплоть до уголовной ответственности представителей организации, отвечающих за содержание дорог. Это в тех случаях, когда при серьезных авариях трассы находились в неудовлетворительном состоянии. Наш руководитель уехал в южный район области в рамках плановых работ. Наша обязанность – организовать дорожные работы. Мы эту задачу выполняем. Непосредственные работы проводят другие организации. В свою очередь, депутаты партии Акжоу предложили перенять опыт соседних стран по содержанию дорог. Мы предлагаем, как в соседних странах, установить камеры видеонаблюдения на опасных участках трасс, а также скорости меры для ограничения скорости. Иначе водителям объяснять бесполезно. Они не соблюдают правила дорожного движения. По-прежнему большое число дорожно-транспортных происшествий происходит на участках трассы Уральска-Тарау. Согласно проведенному анализу, несколько лет назад было выявлено, что дорожное полотно и ширина трассы не соответствуют нормам. После чего местными властями было принято решение реконструировать трассу. Но пока ее состояние на прежнем уровне. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Аслабик Абекенов, ТДК-42. Бессонная ночь выдалась у жителей Октюбинской новостройки. Они надышались ядовитыми парами хлора и несколько часов провели на морозе. Пожилым людям даже пришлось вызывать скорую помощь. А теперь жильцы требуют привлечь к ответственности строительную фирму. О состоянии пострадавших и последствиях ЧП расскажет Лейла Уясова. Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей одной из новостройок в микрорайоне Алтынорда. Люди не смогли заснуть из-за едкого запаха хлора, который проник в их квартиры. Особенно тяжело пришлось старикам. 70-летняя Кулянда Байманова до сих пор приходит в себя после отравления. В таком же состоянии и ее соседка Клара Пай. Массовое отравление взбудоражило два подъезда. Всю ночь жильцы дежурили в подвале. Как выяснилось, в доме недавно забилась канализация. И цокольный этаж полностью затопило фекалиями. После откачки стоков обслуживающая компания решила дезинфицировать помещение хлором. Групповое отравление. Мы все не спали. До шести утра ходили во дворе. Они еще вчера обещали все почистить. Троих человек забрали на скорой. Сегодня к ребенку опять вызывали врача. У него жалобы на тошноту и боли в животе. Виновных надо привлечь. Мы им говорили, что в доме плохо работает система вентиляции. Нет отдушин. Дом ввели в эксплуатацию еще в 2021-м. Но заселяться в новый ЖК люди начали только в прошлом году. Создать ОСИ жильцы еще не успели. И пока эти новостройки обслуживаются застройщиком. В компании утверждают, что насыпали в подвалы не больше 4-5 килограммов хлора для устранения запаха. При этом ни с кем свои действия не согласовывали. И жильцов заранее об этом не предупредили. Канализация в доме забилась по вине жильцов. Они бросают в унитазы бытовой мусор и средства гигиены. Все это выливалось в подвал. Там стоял неприятный запах. После жалобы мы почистили остатки хлорки и засыпали сверху опилками. В соседнем доме тоже так делали. Там никто не жаловался на отравление. При осмотре отравления парами хлора эти женщины доставлены в многопрофильную больницу в отделение токсикологии, где после осмотра, оказания помощи, отправлены домой. Хлородки, едкое такое соединение, обладает в воздухе летучестью, при смеси с водой, испарением. И отравление происходит или парами от испарения, или при попадании на кожу через кожное отравление. В основном отравление дыханием через веки. Это стечение, першение в горле, может быть затрудненное несколько дыхания. На месте ЧП побывали полицейские, специалисты и службы санэпиднадзора. Последние уже произвели замеры воздуха в подвале и взяли пробы для лабораторного исследования. Результаты анализов обещают озвучить в ближайшее время. Сейчас обстановка стабилизировалась. В квартирах запах хлора уже выветрился, но пожилые люди все еще испытывают недомогание и слабость. К счастью, обошлось без летального исхода. Кто понесет ответственность за произошедшее и накажут ли виновных, пока неизвестно. Но жители оставлять это просто так не намерены. И уже написали жалобу в Акимат. Там пострадавшим обещали во всем разобраться. В Западно-Казахстанской области растет заболеваемость кориум. Только с начала 2024 года зарегистрировано 48 случаев болезни. Об этом на брифинге региональной службы коммуникации сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Нурлубек Мустаев. Вакцинация против кориум проводится двукратно в возрасте одного года и шести лет, что позволяет выработать поствакциональный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кориум укрепляет иммунитет. Так как заболевание корью может в начальный период маскироваться под обычную простуду, необходимо своевременное обращение к врачу. Специалисты просят не отправлять детей с признаками острых и респираторных заболеваний в детские и дошкольные организации и школы. На сегодняшний день ситуация по кори в области остается все еще напряженной. Все еще у нас идет регистрация заболеваемости. В 2023 году в области было зарегистрировано 477 случаев кори. На сегодняшний день уже с начала года уже было зарегистрировано 48 случаев кори. Регистрация заболеваемости имеется по всем территориям, за исключением Буки-Урдинского и Жанебекского районов. По возрастному составу заболеваемость в 65% у нас составляет среди детей до 14 лет. Пенсионеры в Уральске в одиночку и совершенно безвозмездно убирают мусор в одном из дачных сообществ. Не требуя никакой благодарности за свой труд, 76-летний мужчина, живущий неподалеку, регулярно наводит порядок, потому что ему больно смотреть, во что превращается красивое место. Наши корреспонденты лично пообщались с экоактивистом. Мы находимся на дачном сообществе, вблизи поселка Постеп на Западно-Казахстанской области. Здесь проживает мужчина по имени Хамедула. Ему 76 лет, но несмотря на это он занимается уборкой территории дачи. Хорошо, что у нас в городе есть такие люди, которым не безразлична экология и чистота нашего города. Иногда может показаться, что маленькие шаги не способны изменить глобальные ситуации. Однако это не так. Красноречивым доказательством является поступок эко-сознательного западно-казахстанца Хамедулы Жанадила, которому удалось локально решить проблему с мусором. Он четко демонстрирует, что заботиться о чистоте в своем городе может каждый. Меня ничуть не смущает уборка территории. Я совмещаю приятное с полезным. Секрет моего долголетия в активном образе жизни. Ведь движение – это жизнь. Хочется быть примером как для молодых, так и для своих сверстников. Сейчас снег, мусор пока не так заметен, но весной здесь начнется страшная картина. Придется выполнить большую работу. Пенсионер чуть ли не ежедневно прогуливается со своей собакой в дачном сообществе родного города. Он регулярно убирает нескончаемый мусор, который люди оставляют после себя. Единственный человек у нас, который всегда убирается. Никого, ни у кого помощи не просит. Всегда чисто. Порядок у нас здесь в обществе. Все выходят, но в основном у всех времени не хватает. А он все время на посту, так сказать. Конечно, люди не обязаны за свой счет исправлять ошибки других. В этом случае должна наблюдаться оперативная реакция коммунальщиков. К сожалению, это происходит не всегда. Однако такие инициативы сознательных граждан в очередной раз убеждают. Начинать всегда нужно с себя. Именно тогда будут меняться улицы, города и страна в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова